Добрый день на всички! О да, для меня это такая большая честь делиться с вами. За меня на гулям и честь да споделимся с вас. Своими эмоциями, переживаниями. Своими эмоциями, переживаниями. Я думаю, с чего начать. И сочуде вот как вода започна. Мы шесть лет живем в Болгарии. Шесть години живем в Болгарии. И вот шесть години посещаем в Митазе цирку. И все шесть лет мы постоянно организуем это мероприятие. И при сезе години постоянно организуем это мероприятие. Благодаря Геннадию и Наталью мы привыкли к тому, чтобы выделять свое время на то, чтобы не только время, финансы и вообще эмоции и любви и средства на то, чтобы побыть в единении с Господом. И мы ездили на Пенуэл, Трез Диас, два с различными конференциями. Семейные конференции были. Еще-еще что-то такое было. То есть за эти шесть лет где-то было пять-шесть пациентов. Еще пять-шесть посещения на такие мероприятия. И мы вкусили вот этот момент отделения времени для того, чтобы не просто прийти в воскресенье послушать, не само да утидешь в неделю на цирку, а чтобы прям побыть в этом, поговориться. И самое ценное познакомиться с новыми людьми. И я узнала, что в Праге будет мероприятие посвященное пробуждению последователей Яна Гуса. На пробуждение последователей Яна Гус. Именно моравские братья, которые были последователями Яна Гуса. Моравские. Моравские братья, куя-то, собили последователи тебя. Я чувствовала, что мне нужно туда ехать. Учитывая то, что я мечтала посетить Прагу. Это была страна номер один. И все мечтали, чтобы посетить Прагу. Именно Чехию хотела посетить. И все было против, чтобы я туда ехала. И все было против, чтобы я туда ехала. И вообще поездка такая достаточно финансово затратная. И тем не менее я сделала визу. Обаче, вопреки того, направила визу. Отделила время. Отделила финансы. И поехала. И утидала. Ну и все, уже в аэропорту начались трудности. Тут там что-то с паспортом. Что-то с посадочным талоном. Наташа меня научила. Правильным путем идем, товарищи. Когда есть какие-то препятствия. Это не повод сдаться. Это повод, наоборот, мобилизоваться. Обаче обратно. Это значит, что надо се мобилизировать. И значит, правильным путем идем. И значит, что вырвим правильным. В общем, это было пять дней общения с очень классными людьми. И два бяха пять дней со общения со многого цени хора. Это было 300 человек с 23 стран. 300 души от 23 держави. И основная идея была, чтобы мы все приехали с флагами наших стран. И основная идея была, чтобы мы все приехали с флагами наших стран. И это не была конференция, где была одна говорящая голова и вещала все это время. И это было время, когда мы знакомились и находились в торжестве Иисуса Христос. Мы брали наши флаги и делали шествия. И проехали как-то таков поход. И это было, знаете, такое ощущение единства. Представляете, люди тратят деньги, чтобы приехать из Казахстана. Сейчас ценник на билет из Казахстана около 2000 долларов, чтобы приехать в Европу, сделать визу. Канада. Канада, Америка. Португалия. Я была единственная из Болгарии. Азбях единственная от Болгарии. Для меня была так... Не болгарка. Не болгарка. Но, слушайте, я уже шесть лет здесь живу, извините. Обаче, вече шесть години живея тука и вече съм като българка. Я осознала, что это моя страна, что это моя земля, что я сейчас призвана, и что я призвана, да буду тук. И за мен това беше велика честь и гордость да представям Болгария. И они так на меня смотрели, и так радовались, что я единственная. Но на самом деле, кульминация была, когато мы поставили сцену посреди площади Яна Буса, сцена върху площада на Ян Гус. И представляете, вот эти часы пражские. И един такъв, този известен пражский часовник. Да. И там стояли люди и ждали, когда будут бити эти часы. И там застанаха хора и чакаха, когато ще удрат часовника. Я думаю, где-то, может быть, челек 400-500. Може быть, 400-500 души. И ние бяхме посреди на този площад с флаговете. Еврейски танцы. И над нами горит солнце. И от солнца идут два крыла и небо чистое. Это облак. Бог дал нам знамение. Я покажу, если это интересно. И това беше като знамение за нас. И ние застанахме на сцената. 23 флага. И мы начинаем высвобождать благословение. И започваме да изказваме благословение за Прага, за тези хора, които бяха там. Които стояха и чакаха часовника. И това беше много силно. Обаче най-главно, че се молихме. Всеки на свой език. За България. Се молих аз. За Чехия. За пробуждение в Европе. Это было очень сильно. И това беше много силно. На следующий день мы поехали пещеры. Немножко предисловие. Малко предисловие. На территории Чехии есть такая земля Муравия. Че на территории на Чехии има такая земля Муравия, се казва. И в 1700-х годах. И през 1700-тни вудини. Эти люди начали движение муравских братьев. Тези хора са започнали движение на муравските братья. Кои были вдохновлены. Кои тубяха вдохновени. Проповедями Яна Гуса. От проповедите на Ян Гус. Ян Гус это проповедник. То е проповедник. Учен. Просветитель. Просветитель. Который внедрил образование в церкви. И вот это достояние, в общем-то, Европы, которое мы видим. Это все благодаря Христу. Твоя всичка и благодарение на Христос. И основное, что внедрили вот эти муравские братья в культуру христианской церкви. Это быть служителем на своем рабочем месте. Довыдат служители на работнутосе място. И они отправляли миссионера. И те изпрашнат миссионери. И они их не спонсировали. И те не ги спонсировали. И они их учили. Те ги учат. Работать. Да работать. И если ты едешь куда-то, ты работаешь. Ако утиваш някъде, ты работишь. Но они им оказали. Обаче са им оказали. Поддержку види молитва. Подкрепа като молитва. И тази молитва беше 24 на 7. Сто лет. Сто години. Непрекъснато. Они подвергали с большим гонениям. И около Прага. Очень много лесов. Има много гори. Където има пещери. И где они прятались. Потому что их просто сжигали и уничтожали. Но они были готовы продавать себя в рабство. Обаче те са били готови да се продават в рабство. Ради того, например, чтобы поехать в Восточную Индию. То есть для них благовестие было. Но они горели. И вот как зажегся этот огонь с 1700-х годов. Сто лет молитвы. И представляете, я не планировала там быть. Я не планировала, когда была там. В этой скале, где были эти молитвы. Където се молили. Където се сикрили тези братья. И нас повезли в лес. Бачи нас са не закарали в гурата. Сто тима души. И това беше една, като дубка в скалата. И 15 метров в высоту. Беше 15 метров в высоту. И вот такие ступенечки. Чтобы туда залезть наверх. За да можеш да влезеш там на горе, където се молили. Ти трябва да се подбрежеш с лактите. Потому, что ты просто, ты съедеш оттуда. И мы забирались туда. И не закатерихме там. По 10 человек. По 10-тима души. Мы молились. И это было просто невероятное ощущение. И това беше просто невероятное усещанието. И ты забываешь вообще о том, что ты потратил кучу денег на это. И ты забравил това, че си искабил много пари, че си оставил семейство тусим. Потому, что у тебя есть возможность приправши к этому опыску свидетелей. Да. Которые имели вот это общение с Духом Святым. И они есть. И мы находимся в облаке тех свидетелей здесь сейчас. Ну, в общем, я могу долго рассказывать, к чему я все. Когда мы отделяем свое время. Отделяем финансы. Или финансы. Жертвы чем-то. Жертваме нечто. Чаще всего это даже силы. Иногда даже здоровья. Най-често от вас са даже силите и здравито ни. Богу не нужны эти жертвы. Господ не се нуждае от тези жертвы. Но это нужно нам, чтобы мы заявили. Я готов. Я хочу. Да заявим, че сме готови и че го искаме. Я очень устала за это повествование. Аз много се изморих през това пътуване. Потому, что очень было все активно. Защото беше много активно. Я была очень впечатлена. Бях много впечатлена. Но до меня только сейчас, неделю спустя. Само сега, след една седмица. Аз разбирам какво се случи с мен и къде бях. И я хочу сейчас вас вдохновить. И искам сега да ви вдохновя. Наша церковь, это та церковь. Нашата церковь е тази церковь. Которая не только говорит по воскресенье. Която не само говори в неделя. Так или иначе мы постоянно проводим какие-то мероприятия. Така или иначе постоянно провеждаме някакви мероприятия. Для того, чтобы отделить свое время. За да отделим своето время. Да се наситим с силата на Святия Дух. И сега, в октябри месец, ние ще провеждаме трез диаз. Това са три дни. Отделено време без телефони. Без общения с външния свят. Обаче, когато ти гледаш и виждаш Господ. И ти казваш, хайде искам да съм на ново ниво. Изморих се да съм тук. Говори. Ти знакомиш се с новими людьми. Ти се запознаваш с нови хора. Да, ти точно так же жертв. Умеш бизнес. И ти по същия начин жертваш. Що ту някую им от бизнес или ням от пари. Чтобы получить крещение Духом Святым. За да получиш крещение со Святия Дух. Сколько они дни были в горнице? Колку дни бяхава в горнице-то? Десять дней в горнице. Десять дней. Представляете ли се колку им сискаши да работят? Представляете ли се колку им сискаши да работят? Представляете, как им все раздражало? Да что мы тут делаем? И дразнило всичко, какво правим тук изобщо, какво чакаме. Это так написано в деяниях. И так пишем в деяниях. Через десять дней сачакали. Дух Святой сошел на них. И святие Дух се слязло. Да они раздражались там. У них там у кого-то там поле стоит. У кого там виноград давить. Някую семя работа. Някую гучака полет. У децата им. Внуки, в конце концов. Но тем не менее, они были в ожидании. И за то, аз ви вдохновлял. Да вы делите время. Финансы. И финансы. На то, чтобы. За то, аз. Самому уже напитаться. За да се подхраните. Это никому не нужно. Это тебе нужно. Не нужно за теб. И за то, а я вас вдохновляю. И призываю сейчас. И призываю вам сега. Разобраться, что такое трездиас. И поучаствовать там. В первую очередь, не как служитель. Потърсите какой трездиас. И да участвуйте, най-наприятнее, как служитель. А как помазанник. А как помазанник. Как тот, который желает слышать Бога. На этот трездиас. И за то, что трездиас. Приезжает 50-60 служителей из Штатов. Из Америки, Израил. Казахстан. Казахстан. Мы ще сделаем визы для казахстанцев. Сега правим визы за охорота от Казахстана. Виза стоит. Виза им струва 80 евро. Само виза. Плюс страховка. Плюс билеты. Плюс страховка, билеты и си плащат жилището тук. Питание. Хранение. Все. Еще и везут с собой подарки. И плюс това те носят подарки. Для чего? Для того, чтобы послужить нам. На нас. И за това скрипи наши не векания. На это мероприятие. За това мероприятие. Побуждаем вас приглашать других людей. И мы молим да канете и других хора. Това е возможность да приживеем башената любовь. Особенно важно это тем. И особенно важно за тези. Кто не пережил вот эту Божью отцовскую любовь. Который пришел в церковь. Ваши отец, а кой-то дешел на церковь. Ощи не разбрал нищу и дешел на хората. Приходи. Тебе важно пережить вот это вот. Вот это состояние ребенка. Това состояние на детей. Для того, чтобы ты уже вошел в отцовство. Чтобы ты не был в позиции незрелой личности. Да не смеем в позиции на незрелой личности. Ну вот так как-то я вот так плавно подвела. Я не планировала, кстати. Основное то, что... Основное то, что... Я так благословилась этой поездкой. Че много си благослових от това путевание. И вот сейчас трездиас. И сега ще има трездиас. У меня есть в сердце провести такое же тържество и здесь. В сердцето си имам да проведем подобно тържество и тук в България. Может быть весной. Может быть през пролета. С пасторите ще говорим. Короче, халилуя, у нас церковь самая лучшая. Которая не просто сидит вот так, знаете, и болтает. А мы все делаем. У нас вот среди недели вы что-то там перезваниваете. И мы все делаем нечто постоянно си говорим. Постоянно. Сейчас вот большой пласт работы, чтобы подписать договор с этим отелем. Чтобы отправить все паспорта на получение визы в Българию. И это все мы сейчас делаем только для служителей. Которые хотят служить нам. Болгарскому народу. И, конечно, имеем виды на Турцию. Потому что България – это то место. Это такое звено. И твое едно парче. Какой-то недавал доступ до Турции, я слышу. Вот это вообще я хотела, чтобы сказать. И твое, сколько ты скажешь. Спасибо, дорогие. Благодарю. Спасибо. Спасибо.